Всем привет, меня зовут Дима и сегодня я расскажу как настроить выгрузку лидов из ВКонтакте в мессенджер Телеграм в виде уведомлений. Для начала необходимо создать новую связь. Теперь необходимо выбрать систему, в данном случае ВКонтакте. Теперь необходимо указать действия. Загрузить лиды. Далее необходимо подключить страницу ВКонтакте, у которой есть доступ для управления группой. Отметьте группу, которой необходимо управлять. И выберите подключенный аккаунт. Далее необходимо выбрать группу. И формы сбора заявок, которые запущены. На этом этапе вы можете настроить фильтр. Если в этом необходимости нет, просто пропускаем этот шаг. На этом этапе вы видите тестовые данные по одному из лидов. Для того, чтобы продолжить и перейти к настройке приема данных Телеграм, кликаем Далее. В качестве системы необходимо выбрать Телеграм. Далее необходимо указать действия. Отправить сообщение. Теперь необходимо подключить новый аккаунт Телеграм. Для этого кликаем подключить аккаунт. Далее необходимо скопировать название нашего бота и перейти в свой Телеграм. Теперь необходимо запустить бот. Далее необходимо скопировать строку для подключения Телеграм бота. и отправить ее боту в виде сообщения. В ответ вы должны получить сообщение, что бот успешно подключен. Чтобы продолжить настройку, просто закройте это окно и перезагрузите страницу. Далее выберите подключенный аккаунт. Теперь необходимо составить текст сообщения. Обратите внимание, что вы можете использовать не только переменные из ВКонтакте, но и прописывать данные вручную. Обратите внимание, если у вас запущено сразу несколько форм сбора заявок, то в сообщении необходимо назначить все варианты полей для имени, фамилии, телефона, имейла и т.д. В противном случае контактные данные будут передаваться только по той форме, поля которой вы назначили в сообщении. После настройки кликаем продолжить. На этом этапе вы видите пример сообщения, которое будет отправлено в Телеграм в виде уведомления. Для того, чтобы проверить отправку, кликаем «Отправить тестовые данные в Телеграм». Если вас что-то не устраивает, кликаем «Редактировать» и возвращаемся на шаг назад. Для того, чтобы продолжить настройку и включить автообновление, кликаем «Далее». Синий переключатель свидетельствует о том, что связь включена и данные из ВКонтакте будут передаваться в Телеграм с указанным интервалом обновления. Для того, чтобы изменить интервал обновления, переходим к настройкам связи. На этом все. Спасибо огромное, что смотрели это видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, обращайтесь в нашу службу поддержки. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok